Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем делать бабу-ягу. Шьем ей одежду. Выкраиваем рубашку из белого хлопка. Примеряю. Выкройку только нарисовала, поэтому смотрю, подходит ли она по размеру. Отмеряю длину подъюбника. Получилось 25 см. Эту длину откладываю на ткани. Выкраиваем. Ширина в сложенном виде 29 см. Общая длина 58 см. Подшиваем низ юбки швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 0,7 мм. Проще говоря, два раза подогнули и прошили. Лучше предварительно поутюжить шов. Так он сразу будет ровнее. И не нужно будет сметывать. Берем резинку длиной 20 см. Верхний срез юбки обрабатываем также швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 1,5 см. Предварительно проутюжили, прошиваем. При помощи булавки просовываем в шов резинку. Закрепляем другой край резинки булавкой, чтобы ее не выдернуть. Пока продеваем резинку. Вытаскиваем резинку и прошиваем боковой шов. Ширина шва 0,7 мм. Чтобы край шва был ровным, немного подрезаем его, осноравливая. Чтобы прострочить зигзагом, имитируем строчку оверлока. Вот такой у нас получился подъюбник. Обрабатываем горловину рубашки. Вырезаем по форме горловины окантовку. Ширина 1,5-2 см. Пристрачиваем швом шириной 0,5 см. Подрезаем до 0,2-0,3 мм. И делаем надсечки в закругленных местах. Выворачиваем и утюжим. Край закрепляем зигзагом. Прострачиваем с лицевой стороны красными нитками. Получилась имитация вышивки. Также можно было сделать и с низом подъюбника. Строчка зигзага может пропускать, если используются разные нитки. Наверху и внизу. Или тупая игла. Еще влияет на движение нити и челнока. Если вдруг вас не устроят пропуски зигзага. В моем случае это придает своего шарма. Приступаем к пошиву рукава. Булавками распределяем посадку на рукаве, чтобы рукав был объемней. Прострачиваем, убираем иголки. Срез шва обрабатываем зигзагом. Если у вас есть оверлок, то можно обрабатывать им. Низ рукава подгибаем. Ширина шва 0,7-1 см. И прострачиваем зигзагом. Обрабатываем боковой шов вместе с боковым швом рукава. Ширина шва 0,5-0,7 мм. Прострачиваем. Обрабатываем срез зигзагом, предварительно осноровив его. Низ и задние срезы подгибаем. Ширина шва 0,7-1 см. И обрабатываем также красным зигзагом. Рубашка готова. Задние швы сделала запахом. Они заходят друг на друга, так как на ней еще будет одежда. По желанию можно сделать застежку. Берем детали сарафана. Лямки размера 18х3 см. Лиф 29х6 см. Юбка 31 см. В сложенном виде. 62 см. В развернутом. Длина 25 см. Шьем лямки. Прострачиваем. Ширина шва 0,3-0,5 мм. Выворачиваем при помощи иголки. Вверх лифа подшиваем швом в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 0,7-1 см. Складываем деталь пополам. Ищем середину. Также ищем середину на детали юбки. Соединяем их вместе и формируем одинаковые складки с двух сторон, как показано на видео. Прокладываем строчку. Ширина шва 0,7-1 см. Обрабатываем срез зигзагом. Низ тоже обрабатываем в подгибку с закрытым срезом. Ширина шва 0,7-1 см. Задние срезы подгибаем на ширину 0,7 мм. Берем липучку и разрезаем ее пополам. Пришиваем с двух сторон. С одной стороны край обработала предварительно зигзагом. Пришиваем лямки. Примеряем на игрушке, где они будут находиться. Делаем их симметрично и пришиваем, как показано на видео. Сарафан готов. Из старых носков делаем носки Бабе Еге. Отмеряя размер, надев носки на игрушку. Прострачивая, носки готовы. Все быстро и просто. Приступаем к шитью жилетки. Делаю ее из плюша. Подклад хлопок белого цвета. Подкладку можно еще сделать красного цвета, в цвет косынки. Проверяем ворс и выкраиваем жилет. Складываем детали лицевой стороной внутрь. Соединяем булавками. Прострачиваем по краю. Ширина шва 0,5-0,7 мм. Оставляя место для выворачивания. Подрезаем все швы. Делаем насечки в местах скругления. Выворачиваем, проутюживаем со стороны подкладки. Дырку для выворачивания зашиваем по тайным швам. Соединяем боковые швы, оставляя разрезы. Примеряем жилетку. И приступаем к шитью платка. Один платок на плечи. Шириной 33 на 24 см. Срезы обработать можно московским швом или в подгибку с закрытым срезом. Платок на голову 49 на 33 см. Фартук из льна. Выкроила прямоугольник 20 на 15 см. Пояс сделала из кромки. Шила его быстро, что даже забыла записать. Просто подогнула, что могла и прошила. Завязываем платок на голову. Подвязываем фартук и баба-яга готова. Осталось сделать ступу, метлу, лапти. Это уже в новом видео. Если вы хотите поддержать мой канал или приобрести выкройку, буду рада. Напишу все данные в описании. До новых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»